Ты не против принять ванну сейчас? Ну это жёстко, Саша. Блин, Саша, вообще тут очень много народу, так что давай завязывай. Ты же не против залезть внутрь? Вокруг очень много людей. Я тебе похожа на циркача какого-то-то-то-то. Ну куда мы едем, Саша? Алло, я Вера, и сегодня мы наконец-таки с моим парнем Сашей едем в Икею. Только есть одно маленькое но. Я должна говорить только нет. Подписывайся, чтобы не пропустить всё самое интересное, и погнали. Ну и давайте в двух словах я вам расскажу, что вообще происходит. Я игнорировала моего парня Сашу на протяжении почти целого дня. И он согласился поехать со мной в магазин только при одном условии. Если я буду говорить ему только нет. Это своего рода такое челлендж издевательства. Я не знаю, что он там придумал и что он задумал. Вера, поверь, я таких гадостей придумал. Я думаю, у тебя просто не поздоровится. Нееееет! А самая проблема в том, что в Икеи обычно куча народу в любое время суток. Всем что-то нужно, всё что-то покупают. Я вообще не знаю, удастся ли что-то купить и не опозориться. И надеюсь, что мы всё быстренько купим и вернёмся домой. После магазина тебя ждёт один небольшой сюрприз. Какой ещё сюрприз? Мне уже это не нравится. Ну, сама всё увидишь. В одно место надо будет заехать. Не знаю, даже понравится тебе это или нет, но как бы это всё равно будет сюрприз. Я сразу скажу, мне нет, мне не понравится. Наверное, мне не понравится. Ну, погнали уже! Наконец-таки мы приехали в магазин, где продаются всякие штуки для дома. Всякий там текстиль, подушечки, посуда. Это я всё очень люблю. Вот, поэтому мы сейчас пойдём, будем выбирать мне всё. Но есть один момент. Саша не любит, когда я что-то долго выбираю или выбираю какие-то супердорогие вещи, ненужные для дома, там, типа, декорирование, интерьеры и всё такое. Поэтому я не знаю, какие вопросы он мне будет задавать и будет ли он делать это специально, чтобы я что-то не брала. Поверь, я буду это делать. Ну! Вер, ты же не против, чтобы я так делал? Нет, я не против. Молодец. Пошли. Тут я вот вижу ванны есть. Ты не против принять ванну сейчас? В смысле, ну вон, смотри, как класс. А тут не закрывается дверь? Не, Вера, так не честно. Давай нормально. Всё. Всё. Хорош. Ну, Вера. Всё, смотри. Что за жульничество? Это называется мыть руки, а не принимать ванну. Вера, давай ещё раз. Это не честно. Тут наверняка ставят камеры, она сейчас заберут. Ты тестируешь ванну, может, если такую хочешь. Ты что туда принес? Ну, можешь наполовину шторку закрывать. О, хватит. Хватит. Всё. Я ничего не делаю, я ничего не делаю. Ладно, а вон, а туалет не хочешь затестить? Смотри, смотри. Ближе же туалет находится на первом этаже рядом с главным входом. Уже были, видимо, какие-то прецеденты по этому поводу. Так кто-то не добежал, думаешь, до туалета? Он прям заклеит. Ладно, пойдём. Может, вот такой контейнер под ванну? Ну, не под ванну, а под ракон. Блин, Вера, он слишком дорого стоит. Ну, хорош ты. Ну, будет стоить, ну, там, типа, 350 рублей. Зато ты сюда можешь убрать всякие. Давай уже дальше пойдём. Ты же не против пойти дальше, Вера? Что ты на меня так смотришь? Нет. Что, Вера, ты вообще не устала? Ну, так. Ну, нет, это, конечно, надо мной, но я, в принципе, не устала. Никогда не устаю, когда я хожу. Ты же не против вот пойти там на кровати поваляться, там, что-нибудь такое? Блин, Саша, вообще тут очень много народу, так что давай завязывайся. Ну, так ты же устала. Завязывай уже, ну, блин, не на такой степени. Просто, ну, поотдохнёшь, как бы, и всё. Я не на такой степени устала, а всё в порядке? Не, ну, ты же не против, как бы, просто пойти и поваляться, и всё, ну, как бы, что такого? Ну, просто посмотри, сколько людей. Ну, это жёстко, Саша. Вера, ну, а что поделать, как бы, ты сама подписалась на это всё. На этой? Ну, да. Ну, а одеялком накрыть. Я тебе припомню, Саша. Я тебе припомню. Ну, Вера, просто такой полноценный отдых без объявлений. Там работник прошёл. А? Там работник прошёл. И чё? Ну, не знаю. Мне неудобно. Ну, да норм, ну, типа, ты цель-то что-то. Представь, сколько людей здесь уже лежали. Ладно, мне стыдно. Чё, всё, отдохнула уже? Да. Да, ой, ой, ой. В смысле, да? Нет. Всё. Теперь отдохну. Ты не против часок поспать? Нет, не против. Мне что-то жарко стало, поэтому я просто без одеялка. Всё, час прошёл. Вера. Посмотри, видишь, там внизу, короче, детская штучка такая. Не хочешь проверить, что там вообще? Ты понимаешь, что вокруг очень много людей? Да ладно, ну. Блин, бывает и больше, Вера. Ты же не против залезть внутрь? Нет. Ну и чё, ты всё там навсегда? Ты не против? Не против ты это сделать? Сколько тебя ещё ждать, Вера? Сколько, сколько. Сколько нужно, столько и будешь ждать. Там игрушки, что ли? А что, тебя это смущает? Вылазь. Три кота. Давайте посмотрим, что же есть в моей комнатке. Что? Саву я оставлю. Ты зачем, бля, Март? Да. Ты уверена, что ты её хочешь оставить? Нет. Вера, я голодный. Ну, я тоже. Ну, ты чё, сейчас хочешь есть? Ну да, слушай, ты же не против вот это подержать всё, пока я буду кушать? Нет. Не против или что? Я чё-то не понял. Нет. Нет. Ну ладно, подожди, сейчас я быстро куплю покушать. Ну что уже? Так. Ты мне возьмёшь? Вер, смотри, короче, я купил. В общем, два тебе тоже. О, супер. Так, подожди, стоп-стоп-стоп. Ты сейчас положи, собираешься вещи? Ну как? Держи их, Вера. Ты же, я понимаю, что ты же не против подержать вещи? Да, хот-доги, я не жадный, но просто вещи ты тоже держи. Ты не взбиваешься. То есть, кстати, я бы спросил, ты хочешь положить, а я должна тебе сказать нет, да? Я должна и держать. Тут, значит, коробки, которые вообще не складываются, ты в курсе? Не могу так. Держи вверх, хот-доги. А ничего, что я ничего не вижу? Можно один хотя бы сначала? В смысле, ты второй не хочешь, что ли? Хочу. Ну, слушай, ну, короче, Я, по поводу, буду есть его без горчицы и без кетчупа. Ну, можно я хотя бы горчицу и кетчупа наложить? Вера, вот, кстати, по поводу горчицы и кетчупа. Ты не против в моих хот-доги взять и тоже положить горчицу и кетчуп? Это что? Я тебе похожа на циркача какого-то? Та-та-та-та-та. Ладно, так и быть, клади подушки, просто давай ты сходишь, хоть положишь горчицу и кетчуп и в ней тебе. Ну, на, Саша, я тебе принесла, правда, тут салфеточка. Кетчуп и волосы. Слушай, ты же не против мне это отдать? Лучше нормально, а сама будешь есть салфеткой. Ты облом ходячий, на, держи. Нет, не против. Ну что, Сань, куда мы едем? А сейчас ты все узнаешь, что раньше времени. Будет для тебя сюрприз. Что это вообще за дом? Ну, куда мы едем, Саша? Ну, нам кое-что забрать здесь. Ты занялся какими-то темными делами? А если я скажу тебе нет? Ну, ничего, Вер, пойдем. Так, что... Здрасте. Что это такое? Куда мы приехали? Давай, угадай, что это. Ну, я так понимаю, это плита. Кухонная плита. Это же очевидно. Ну, в общем, да, нам ее нужно сейчас забрать и отнести в машину. Кому нам? Тебе и мне. Скажи уже, хе-хе, ребята, выходите, да? Потому что мы ее вдвоем не дотащим. Ну, как вдвоем, Вер? Я вообще-то думаю, ты одна это сделаешь и считаю, что у меня спина просто болит. Ты прикалываешься, Саш? Как я потащу плиту? Ты же не против отнести эту плиту в машину? Саш, ты, по-моему, издеваешься. Ну, нет, ее, конечно, можно поднять, но я ее даже не донесу. Вер, ну, блин, ну, а как? У меня спина болит. Ну, только если вот так. Ну, все, ну, что, вызывай лифт тогда. Ну, ну, что ты плиту портишь? Может, ты попробуешь ее поднять все-таки? Как я ее попробую поднять? Ты, Вера, Герако. Геракако. Нет, это Андрео просто. Вера, ну, то есть ты не будешь выполнять условия сегодняшнего дня? Ну, Саш, нет, я не буду. Нет, 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 нет. Да, Вера, блин, ну что за жульничество? Давай тащи плиту. Нет. Ну, ладно, так и быть. Давай я тебе помогу. Ну, вот, так-то лучше, Вера. Мы, наконец-таки, вернулись домой. Даже кое-что купили. Подписывайся на канал, ставь лайк. Увидимся снова. Пока!